Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего разговора, она обусловлена идеей всего нашего начинания. В рамках нашего такого цикла маленьких лекций, разговоров мы касаемся разных интересных мест из текста псалмов, которые мы слышим на богослужении в церкви. Эти места нам кажутся понятными, банальными, а между тем, как показывает внимательное прочтение оригинального текста русского перевода, мы понимаем неправильно эти места славянской Библии, а между тем смысл этих мест, этих стихов является очень и глубоким, и интересным, и любопытным, и назидательным. Сегодня поговорим опять о Псалме 54. Псалом очень популярный, читается на шестом часе, и все приходящие в храм на литургию воскресную, либо будничную, не к началу богослужения впритык, а хотя бы минут за семь, за десять до начала службы, как и положено каждому верующему человеку, не опаздывая, без спешки, мы слышим эти слова. И многим кажется, что все это либо и так понятно, либо и так не понятно, нечего тут копаться. Многие не пытаются понять, что же там имеется в виду. А между тем, смысл этого стиха, который мы сегодня будем с вами изучать, комментировать, он является интересным и таким довольно колоритным, выражающим сам дух псалмов, ветхозаветных текстов, и заслуживает нашего внимательного прочтения и изучения. Итак, мы поговорим сегодня о Псаломе 54 стихе 24. И вот как он звучит в славянской версии. Ну вот в этом стихе понятно лишь окончание. Аз же, Господи, уповаю на Тя. Ну все знают более-менее, что аз – это я. Я же, Господи, уповаю на Тебя. Я на Тебя надеюсь, я на Тебя возлагаю свои упования и надежды, и Ты поможешь мне рано или поздно. Но все, что касается предшествующих слов, словосочетаний, смысла этого стиха, то он от нас ускользает. Потому что используются здесь сразу несколько слов, которые не используются и не имеют каких-то понятных параллелей, созвучных однокоренных слов в современном русском языке. Итак, что же здесь рекомендует сделать со своими врагами, со своими оппонентами автор этого текста? Напомню, что, как и в каждом Псаломе, описывается ситуация какого-то тупика, какой-то безвыходности, когда враги, а здесь еще усугубляется ситуация тем, что это есть вчерашние друзья, вчерашние соратники и близкие люди. Вот враги одолевают, и почти что уже ситуация безысходная, и жертва он же, и герой этого текста, он как будто бы призывает Бога, чтобы он помог ему, наказал бы его обидчиков. И очень часто возникают разные предложения Богу, что нужно Богу с ними бы сделать. Вот дается совет, Бог сделает так, чтобы вот и разные бывают варианты. И здесь тоже есть вариант. Предлагаются две участи, и очень участи неблагоприятные обидчикам героя этого Псалма. Итак, вот первое, то, что вызывает у нас непонимание, что такое студенец и стление, студенец, какой-то холодец, что ли, или студень, ну, мы не можем понять. Хотя, на самом деле, есть такие у нас деревни, вот, есть такая деревня в Псковской области, например, около моей родной деревни, которые так называются, студенец. И вот, какой смысл? И я еще, являясь школьником, попытался разобраться, и тогда еще узнал, что это есть по-русски колодец. Это колодец. Ну, понятно, потому что там есть стужа, там холодно. Когда спускаешься в колодец, даже в самую такую сильную жару, там, для починки, то всегда ощущаешь такое довольно сильное поднижение температуры, плюс еще и влажность. Вот поэтому там, где есть даже летом стужа, прохладное место, свежее, это называется место студенец. Ну, конечно же, в древнем Израиле это была любая, это была любая яма, вот, любая какая-то, любое вырытое пространство. И вот переводчик библейского общества перевел это полустишее так. Ты же, Боже, бросишь их в могильную яму. То есть, тот колодец, где господствует дух тлена, где вот все там перегнивает и так далее, вот ты туда их помести, моих обидчиков. Это называется студенец из тления. Ну, конечно же, оказаться человеком живым вот в этом пространстве, где господствует тлен, где гниет плоть, где либо другой смысл, ну, просто такая помойка, да, куда все бросается. То, что не положено хранить на земле, ну, такой плохо пахнущий, заражающий окружающее пространство, такой мусор. Так вот, туда и рекомендуют положить, бросить этого человека-обидчика, точнее, это группа людей, пострадавший, страдающий герой этого псалма. Это понятно. Дальше. Мужие крови и льсти не приполовят дни своих. Ну, довольно непонятные полустишие. Будем разбираться, впрочем. Итак, ну вот, начинаем с простого. Мужие. Наверное, мужи, да, мужья. Мужчины. Вот, мужчины. Мужчины кровей и льсти. Ну, можно догадаться. Муж крови или мужчина, который связан с кровью, это, как написано в переводчике, у переводчика библийского общества, это убийца. Муж кровей – это убийца, а мужа льсти – это лжец. Так вот, убийцы и лжецы, убийцы и лжецы, не приполовят дни своих. Как так, не приполовят дни своих. А вот тут такая, друзья, есть мысль. Значит, есть жизнь, вот, у каждого она своя, вот, ну, положено каждому она своя, Богом так вот положено. У кого-то она 40 лет, у кого-то она 90 лет, у кого-то она 50 лет. И вот у этого пространства есть половина. Мы не знаем этой половины, да, но она есть. Для Бога она есть, и у каждого из нас есть момент своего приполовения своей жизни. Так вот, советуют Богу, чтобы Бог сделал так, чтобы эти люди не пережили и половину своей жизни, чтобы они не приполовили дней своих, свои дни. То есть, вот положено им прожить, допустим, 40 лет или 50 лет, так вот пускай они умрут в 20 лет или в 19 лет. Ну, вот такой призыв, обращенный к Богу, есть в этом псалме. Как нам понимать, людям христианам, людям Нового Завета, вот эти призывы? Ну, сочувствуем, друзья. Есть хорошее свойство сочувствия. Если уж кто-то аж такими словами Богу жалуется, то, видимо, его сетово не имеет основания, ему плохо. Так плохо, что его слова, вот такие слова, так выраженные в такой форме, они из него проистекают. Так вот, когда человеку плохо и чувствует он максимальное одиночество, максимальную богоставность, максимальную степень какого-то по отношению к себе предательства, вот тогда он эти вещи и говорит. И можно этого человека выразить ему свое сочувствие и соболезнование, утешить его, примириться с ним и так далее. Вот такие интересные смыслы открываются нам в последнем стихе 54-го псалма. Приходим в церковь не опаздывая, слушаем шестой час, понимаем хорошо смысл читаемых псалмов. Дорогие друзья, спасибо за внимание, всего хорошего с Петербурга, портал экзегет.ру, не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok